Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين وصلاوات الله الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين Далее Всевышний Аллах в Коране говорит «О, те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром». В хадисе, который рассказывает Ат-Тирмизи, Ради Аллаху Анху, сказано «Наиболее близкие ко мне по степени те из вас, которые больше благословляют меня». В другом хадисе говорится «Того, кто один раз прочитает на меня благословление, Аллах благословит за это десять раз. Возвысится за это он на десять степеней и запишется ему десять благих поступков и очистится он от десяти плохих деяний». Еще в хадисе сказано «Умножайте благословление за меня». «Ваше благословление за меня — это ваш закат». Мир и благословление посланнику Аллаха. Смысл чтения салавата «Нами» за посланника Аллаха, и чтения салавата «Ангелов» на пророка, это дуа. Когда один из нас говорит «Аллахумма салли аля Мухаммадин», смысл этого «О Аллах, увеличь степень и достоинство Мухаммада». А смысл слова «Ассаллим» «Даруй Мухаммаду безопасность от того, из-за чего он опасался за умму». А что касается салавата от Аллаха за пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, то смысл его — это возвеличивание, поскольку не подобает Аллаху, чтобы его салават был как салават его рабов. К примеру, поясной земной поклон — это поклонение по шариату. Аллаху не подобает такое, как поясной земной поклоны, потому что Аллах причис от движений, тела и места. Воистину, смысл салавата за посланника Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, от Аллаха — это возвеличивание. Хадисов и слов ученых о достоинстве чтения салавата за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям, много. Некоторые ученые рассказали о достоинстве чтения салавата, о достоинстве его многократного чтения. Имам Суфьяну Асаурии, да будет доволен им Аллах, рассказал. Я увидел одного человека в пустыне, который не поднимал и не ставил ногу, кроме как благословляя и приветствия посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Я подошел к нему и спросил, «Ты оставил чтение зикра и таспиха?» И обратился к чтению салавата за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Он спросил меня, «Кто ты?» Я ответил, «Суфьяну Асаурии». Он сказал, «Если бы ты не был отрекшимся от мирского в твое время, то ты не узнал бы о моем состоянии и моей тайне». Затем Суфьян сказал, «Через некоторое время я и мой отец отправились в хадж. По пути на одной из остановок мой отец заболел, и я стал его лечить. Когда я был рядом у его изголовья, он умер, и потемнело его лицо. Я одеждой прикрыл его лицо, затем сон одолел меня, и я уснул. Во сне я увидел такого красивого человека, которого не видел ранее, в чистой одежде и с прекрасным запахом. Он направлялся в мою сторону, дошел до моего отца, убрал одежду с лица и провел рукой по нему. Тогда лицо стало белым. После он собрался уходить, но я уцепился за его одежду и спросил, «Кто ты?» Да смилуется над тобою Аллах. «Аллах посредством тебя довел милость до моего отца, который находится в отдаленном от дома месте». Он ответил, «Ты не знаешь меня? Я Мухаммад сын Абдулы. Я знаток Корана. Твой отец много грешил, однако умножал приветствие и благословение меня. И когда почувствовал приближение смерти, он попросил помощи у меня, а я помощник тем, кто много читает салават за меня. Тогда я проснулся, и лицо отца было белым». В этой истории содержится большое назидание. Кроме того, здесь выражается убеждение Ахлю Сунны. Посланник, алейхиссалату вассалям, помогает и когда жив, и после перехода в мир иной. в Муснаде Базаре передается, и об этом предании Нур-у-дин-Хайсами сказал, его передатчики достоверны. Повысил качество этого иснада и в Али-и-дин-Ираке. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Поистине у Аллаха есть ангелы-путешественники. Они доводят до меня салам от моей умы». Затем сказал, «Моя жизнь — это благо для вас, ибо вы слышите хадисы и пересказываете их. Моя смерть для вас тоже благо, ибо ваши дела предоставляются на мое обозрение. Если я вижу благие из ваших дел, то возношу благодарность Аллаху, а если вижу скверные из них, то прошу для вас прощения». О посланнике Аллаха, алейхиссалату вассалям, приводится хадис к Сунане Абу-Дауду от Абу-Хурайры с хорошим иснадом, как об этом сказали Хафизы Байхаки и Ибн Хаджир. Он сказал, «Увеличивайте чтение салавата за меня. Ваш салават доводит до меня». Рассказал Абу-Шейх хадис, Байхаки и Ибн Хаджир сказали, что иснад хороший. «Если кто благословит меня у могилы, то я его слышу, «А если кто читает салават далеко от меня, то до меня его доводят». Рассказывается в хадисе, иснад у которого слабый, однако в благих делах можно ему следовать. У Аллаха есть ангелы. Если один из любой точки благословит и поприветствует пророка, алейхиссалату вассалям, то ангел доводит до пророка, алейхиссалату вассалям, это приветствие, и пророк, алейхиссалату вассалям, отвечает на него. Также приводится достоверный хадис, который передал Ибн Хузейм о своем сахихе и посчитал его достоверным. Также его передал Абу-Дауд и Анна-Саи, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Увеличивайте салат за меня в пятничный день, потому что ваши салаты предоставляются мне». Сподвижники сказали, «О, посланник Аллаха, как наши салаты предоставляются тебе, ведь твое тело разложится». Посланник Алейхиссалату вассалям ответил, «Поистине, Аллах запретил земле съедать тела пророков». В этом хадисе есть пояснение, что тела пророков не разлагаются. Они более возвышены перед Аллахом, чем шахиды. В Коране так сказано о шахидах перед Аллахом. Они живы и получают удел у своего Господа. Утверждено в хадисе, который посчитал достоверным Хафиз Байхаки в главе о пояснении и утверждении жизни пророков в могиле, который передан от Аннаса. Также это передают и Абу Базар, и Абу Яла, что пророк Алейхиссалату вассалям сказал, «Пророки живы в своих могилах и совершают молитву». Поэтому в чтении салавата за пророка Алейхиссалату вассалям есть добро, польза, барракат. Некоторые составители книги о достоинстве салавата за пророка Алейхиссалату вассалям сказали, тому, кто увеличивает чтение салавата за пророка Алейхиссалату вассалям, Аллах дает 10 караматов. Первый — салават от самого Аллаха, шафат Аллаха и Пророка, алейхиссаляту ассалям, следование ангелам, противоречия неверующим и лицемерам, спасение от ада, вхождение в рай, озарение внутреннее и внешнее, прощение грехов, достижение целей, приветствие от Аллаха. Хадисы, которые передал Хафиз Ас-Сахави, передано, что Пророк, алейхиссаляту ассалям, сказал, «Кто читает салават за меня 80 раз во время асра в пятнешний день, тому Аллах прощает грехи 80 лет». Из того, что является сунной, что соответствует шариату Аллаха, это приветствие и благословление посланника после намаза, как это делают в некоторых городах, в частности, в городах Марокко. После обязательного намаза громко читают салават за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям, коллективно. Это хорошее дело. Распространено также в городах Сирии со времен нашего господина Салавхадина Айуби, он первый, кто создал этот путь. Он повелел муазинам после азана громко читать салят и салям за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Ибо это хорошее дело. Некоторые нововведенцы говорят, будто подобное является харамом, но это не так. В чтении салата и саляма за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям, заключается благо и достоинство. В хадисе, который передает муслим, говорится, что пророк, алейхиссаляту ассалям, сказал, «Когда вы слышите азан, вы в точности повторяете за муазином, затем благословляете меня». Пророк, алейхиссаляту ассалям, сказал, «Тому, кто упомянет меня, нужно прочесть салават за меня». И поэтому чтение салавата на пророка, алейхиссаляту ассалям, после азана, после намаза, это хорошее дело, которое не является противоречащим шариату Аллаха. Как сказал Хафиз Ассахов в своей книге «Аль-Кавлю-Бадди'» в салате «Алян-Наби-Шафи», а также упомянул Хатаб Аль-Малике в книге «Мавахи Муджалили» «Из хорошего нововведения является то, что сделала Саллахуддин Ай-Юми» «Чтение салавата муазинами после азана». Ученые сказали, чтобы получить награду за чтение салавата на пророка, алейхиссаляту ассалям, необходимо правильно озвучивать буквы. Наш господин имам Аль-Бухари передал в своей книге «Аддабль-Муфрад» от господина Умара бину Хатаба, что он увидел двух человек, которые соревновались в Митании. Один из них кинул и попал в цель, другой кинул и промахнулся. Тот, кто промахнулся, сказал другому «Ты попал, ассабта, через букву «Син». И тогда Умар сказал «Твоя ошибка в речи хуже, чем промах в кидании». Это указывает на то, что человек должен приложить усилия, чтобы правильно озвучивать слова. Будь это в чтении Корана, или Вирдов, или Аскаров, особенно в чтении салавата за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Многие люди спешат в чтении салавата, не озвучивая правильно буквы «Син» и «Салад». Некоторые люди так говорят, «Салляху ассалям». Ученые сказали, это не салят и не салям за посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Некоторые люди спешат и говорят, «Салляху ассалям». За такое чтение нет воздаяния и награды, потому что это не засчитывается, как салят и салям. А саляту нужно произносить правильно, через букву «Сал». Нельзя читать Аллаху ассалли через букву «Син», поскольку смысл иногда меняется. Один из ученых, Йемена, в XI веке по хиджи, его имя Ибн Аха Умар, в своей книге «Мухиммад ли Маджму'и Масаили» на 79-й странице написал. Абдуллах Ибн Аха Умар сказал, «Если кто читает салават «Аллахумма салли» с буквой «Я» в конце, это недопустимо. Будь это хоть по забывчивости, хоть по незнанию, потому что в такой форме это является обращением к женщине. Читающий салават должен сказать «Аллахумма салли» с косрой на букве «Ляма», без буквы «Я». Недозволительно обращаться к Аллаху как к существу женского рода. Не говорят «Аллахумма рзукини», «Аллахумма гфирили», ибо если говорить в конце букву «Я», это обращение к женскому роду. На это нужно обратить особое внимание. Там читаются «Сад» и «Лям с косрой». По правилам грамматики буква сбрасывается, и поэтому говорят «Аллахумма салли» с косрой на букве «Лям», без буквы «Я». потому что с буквой «Я» получается обращение к женскому роду. Более того, Ибн Таха Умар сказал, «Если так говорить специально, зная арабский язык, то такой человек становится неверующим, потому что нельзя обращаться к Аллаху как к кому-то женского рода». Многие люди, когда у них получается такая ошибка, не понимают смысл этого. Также ученые сказали, когда кто-либо пожелает возвеличить посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, то пусть возвеличивают словом «Сайидуна Мухаммад». Мы говорим «Сайидуна Расулллах». Нельзя говорить «Сайидина». Ученые сказали, что «Сайид» в арабском языке означает «волк». Непозволительно об Аллахе посланники говорить «Сайид» в словаре, в Тадж-Аруси. Во многих книгах, посвященных арабскому языку, сказано, что «Сайид» означает «волк». Поэтому говорите «Сайидуна Мухаммад», удваивая букву. Мы молим Аллаха дать возможность делать то, что Он любит и что вызывает Его удовольствие. Да будет нам польза от чтения салавата за посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям.